Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вечные ценности» на телеканале Абай. Сегодня у нас в гостях Сауле Сулейменова, известная казахская художница, лауреат международных премий, участница многочисленных выставок в нашей стране и за рубежом, автор нашумевшего проекта «Целлофановая живопись». Здравствуйте, Сауле Тимуровна! Спасибо, что нашли время и пришли к нам на студию. Недавно в московском выставочном зале «Арт-коробка» открылась ваша персональная выставка. Расскажите, пожалуйста, о ней. Ну, в связи с пандемией, конечно, было много сложностей, и открытие переносилось несколько раз, но идея была у них очень интересная. Они решили сделать трэш-арт-фестиваль, то есть фестиваль искусства из мусора или из каких-то разнообразных отходов в человеческой жизни. И они пригласили несколько групп художников, которые делали большие объекты. Это такой у них большой торговый центр «Ривьера». На каждом этаже, в каждом углу стояли какие-то инсталляции. А меня пригласили как хедлайнера, потому что я уже со своими работами. То есть если они делали объекты специально к этому фестивалю, то меня пригласили со своим проектом «Целлофановая живопись». То есть я привезла несколько работ из разных серий. И вот интересно, как родилась идея работать с «Целлофаном»? И почему такой вот необычный способ отображения национальной идентичности? Чего стоит только одна ваша шестиметровая работа, Келин? В 2015-м, опять же, это был фестиваль «Арт-бэт-фест», вот ежегодно проводящийся. И меня пригласили участвовать, и у меня вот возникла идея. Я начала что-то сумбурно говорить организаторам. Говорю, я вот что-то хочу с пакетами, вот как-то что-то, но я хочу сделать грандиозную работу. И я хочу образ Келин, который у меня как бы переходит уже давно. Я где-то с 2004 года обращаюсь к этому образу. Я говорю, я хочу его сделать на очень большом размере. Но мне нужна помощь волонтеров, мне нужно много пакетов. И я кинула клич в соцсетях, говорю, давайте, пожалуйста, ребята, друзья, приносите мне пакеты, и желательно монохромные, белые, черные, коричневые, бежевые. Потому что я хотела сделать такую работу как по архивной фотографии. И вот этот вот эффект черно-белой выцветшей фотографии я хотела повторить, но в размере 6 на 4 метра. И на самом деле это было вообще очень смешно, потому что пришли люди-волонтеры в большом количестве, принесли мне очень много людей пакетов, а я не понимала, как начать. У меня был страх такой. Я поняла, что я совершенно какой-то такой... совершаю риск невероятный. И я не знаю, что будет и как это дальше обернется. Вот. И вот, по ходу, я как бы сама... Я не могла им сказать, что делать, потому что я не знала, что я буду сама делать. Как мне говорить? Как мне просить людей что-то начинать, если я сама не знаю, что делать? Я просто сказала, девочки, садитесь и разложите, пожалуйста, пакеты белые к белым, черные к черным, а я пока пойму. Вот. Ну, я архитектор по образованию, то есть у меня нет такого, как сказать, навыка монументальной живописи, вот как в специализированных художественных институтах. Вот. И, да, я тоже разбила свое изображение, свой эскиз на квадраты, и вот так стала постепенно на квадраты переносить, вот, и делать работу. И чтобы понять выражение лица, то есть самое важное в огромном портрете, чтобы выражение лица не исказилось, потому что при очень большом размере там происходит малейший какой-то... Малейший сдвиг, и уже меняется выражение лица, и мне приходилось залезать на огромную стремянку, вот, и оттуда смотреть, и вот как-то... Ну, ничего, получилось. И интересно, что тут такая мистика происходит, потому что работе уже в этом году 6 лет, и она меняется, вот. Она вот выставлялась в разных странах, и в прошлом году она была приобретена вот в частную коллекцию, и вот она сейчас уже совсем другой человек там, чем в 2015-м. Она повзрослела, вот. Она стала такая более мудрая, что ли. Она была такая, как обиженная девочка немножко, а сейчас она стала такая зрелая. Ну, как мне кажется, образ женщины, и не только Кейленки, но и Апашек, Азешек, да, это, по-моему, одна из любимых ваших тем, именно вот связанных с исторической памятью. Да, ну, мне просто очень... Образ женщины в искусстве. Это целенаправленный выбор темы. И не только в искусстве, вообще в жизни. Вообще мне просто нравится очень образ человека. То есть у меня была даже такая... Ну, кстати, я ее так и не проявила в виде выставки, но была такая идея делать как второстепенные персонажи, люди второго плана. Мне очень нравятся люди, которые остаются как бы за кадром чаще всего. Вот. И... Ну, вот это мне очень нравится. Даже вот в этих старых архивных фотографиях, в которых я вот копаюсь, пытаясь найти вот вдохновение, я ищу людей, которые никому не знакомы, и чаще всего остаются где-то на дальнем плане. Вот. Например, вот я в прошлом году сделала работу «Семья Абая». Мне очень понравилось там, что даже Абай там такой стоит, очень скромный. Вот. Сбоку, не в центре. Вот. И его родственники вокруг. И есть там такой человек, который вообще как тень. Он такой стоит, да? И видно, что он всегда привык оставаться в тени. Вот. Мне очень нравятся такие люди. Мне вот очень хочется как бы им отдать дань любви и уважения. Ну и вообще, как бы, вот все эти исторические фотографии, архивные – это слепок эпохи. Да. По этим лицам можно очень многое понять. Да. И прочитать дух эпохи даже. Абсолютно согласна. Вот. Я считаю, что вот если искать, вот как бы, вот что-то настоящее, казахское, национальное, то надо искать именно в этих фотодокументах прошлого. Вот ваши эксперименты, означают ли они попытку переосмыслить казахскую историю? Ну, я вообще, мне очень нравится такая, ну, термин, как бы, с которым я живу уже последние, наверное, больше 10 лет. Это деколониальность, вот. Ну, это как бы такое философское, можно сказать, понятие, когда ты пересматриваешь акценты, когда ты пересматриваешь, как бы, отношение к культуре, как бы, выстраиваешь какую-то новую свою, какое-то уважение и самодостаточность, что ли. Вот. И, да, мне кажется, что, то есть я ищу как бы свою, какую-то такую настоящую казахскость. А вот в чём, на ваш взгляд, наиболее ярко проявляется национальный культурный код? Ну, для меня вот сейчас вот национальный код проявляется вот именно вот в этих людях, которые, в людях второго плана. Вот. Теория маленького человека, да? Да, да, да. То есть я открываю для себя вот... Мне очень нравятся люди. Вот, например, к нам в подъезд приходит невероятно прекрасная женщина, уже немолодая, убираться. Вот. И я смотрю на её лицо, и я понимаю, что за ней стоит тысячелетие. Вот. Просто там такая энергетика, такая сила. Вот. Но при этом она такая неявная. Вот. Она не демонстративная ни разу. То есть она просто... Ну, она просто... Она просто есть. Вот это и есть культурный код, я думаю. Да. Она сама это не осознаёт, но вы как человек творческий, как художник, вы это видите в ней. Да. Всё то, что за ней стоит, её история. Да. Это, наверное, характерная черта именно творческого человека. Человек, который умеет домысливать, дорисовывать, додумывать, делать выводы, анализировать, осмысливать какие-то обыденные простые вещи. Как воспринимают ваше творчество за рубежом? С какими известными галереями удалось посотрудничать? И удаётся ли переносить на нашу почту тот опыт, который вы там получаете? Вот в 2005 году мне посчастливилось выставляться в Вейжен-арт-музее в Сан-Франциско. Был прекрасный опыт. Я была в резиденции благодаря Фокус Казахстан и выставлялась в Momentum Worldwide. Это очень сильная такая и очень авторитетная арт-институция мировая. Галерей было много разных, значительных и менее значительных. Музеи были. В Санкт-Петербурге вот недавний опыт в 2017 году была большая наша выставка где-то в Великой степи в Эр-Арте. Эр-Арта. Это тоже такой молодой относительно музей. Ему лет 15, наверное. Но он такой набирает. Очень активно работающий. Да, очень активно работающий. Я вот слышала, что не так давно какой-то музей или это была частная коллекция одну из работ ваших приобрели. Расскажите, какую именно работу и что это за коллекция? Куда поехала ваша работа? Мои работы Triptych, Skyline, линии горизонта, и Diptych, Kaze at Women at Sunset, это казахские женщины на закате, были приобретены в коллекцию Family Servet, то есть Семья Servet Collection. Это одна из старейших коллекций европейских и одна из самых авторитетных коллекций современного искусства в мире. Ее возглавляет Олен Серве, и мы с ним вели переговоры два года. И сейчас вот, да, вот мои работы там. Но вообще прошлый год, удивительно, несмотря на пандемию, произошли вот такие несколько очень важных событий у меня. Шарджа Art Foundation, это тоже такая одна очень институция важная в Эмиратах. Она приобрела четыре работы из серии Остаточная память. Он тоже, это все целлофановая живопись, но этот проект, где я впервые, сейчас я уже больше об этом, в этом работаю, но там я впервые, практически он весь, можно сказать, из мусора. То есть, это, как сказать, холстом для меня там становится пленка вторичной переработки, полиэтиленовая пленка, которую можно купить на базарах на строительных. Вот при входе, когда вы заходите, вы можете видеть, эти рулоны стоят, их используют для каких-то строительных целей, там закрывать что-то. Синие такие, да? Есть прозрачные, есть такие матовые. Так вот, вторичные переработки, они обычно такие матовые, такие желто-серые, такие полупрозрачные. Вот. Но они довольно плотные, вот этот довольно плотный полиэтилен. Вот. Я взяла вот такую, вот такую пленку и сделала серию работ, «Остаточная память» это как бы серия работ о нашей как бы остаточной памяти, той, которую мы привыкли, не очень хотелось бы помнить. Иногда она может быть травматичной, например, о шаршалык. Вот. Это довольно так, как сказать, болезненно для каждого человека, я думаю, потому что это было в нашем прошлом и практически нет семьи в Казахстане, которая бы не пострадала в это время, в 30-е годы, во время ошаршалыка. Вот. Но для меня это очень важно получилось, что «Остаточная память» это для меня как, знаете, как испечь щельпек, как сделать джетанан. То есть я сделала такое очень важное действие, отдав им дань памяти, уважения и любви. Вот. И я не хотела в этой серии никого не поучать, не обвинять, не обижаться, не плакать, а сделать просто вот такой жест. Дань памяти. Да, просто дань памяти, да. Памяти, благодарности, уважения. И вот как-то так. Очень здорово. Я чувствую себя очень хорошо благодаря тому, что я к этому пришла, вот, к «Остаточной памяти». Ну и «Остаточной» это не только потому, что это память, но еще и потому, что это сам материал, «Остаточный материал». Это то, что от нас остается. Вот. Мы покупаем хлеб в полиэтиленовом пакете, пакет мы выбрасываем, хлеб съедаем. Вот. И этот пакет, он с ним ничего не произойдет, он так и будет лежать в почве, если сотни лет, вот, если его специально не переработать. Я помню, что в прошлом году была выставка по экологии. Да. И там участвовали тоже в том числе и ваши картины. Поэтому ваше творчество в то же время, помимо тех вот ценностей, идей, которые вы вкладываете в свое творчество, она еще и несет очень большой заряд экологической проблематики. Ну да. Вот сама постановка этого, как бы, мне кажется, он даже, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Это, я так считаю, что это жест художника на вопрос по экологии. О том, что вот надо как-то экологические проблемы решать, надо вторично использовать или, во всяком случае, заострить внимание общественности на экологии. В 2019 году я была в Берлине на выставке. Тоже был фестиваль, Планет Арт Фестивал. Это такой международный фестиваль экологический. И я выставляла свои работы и параллельно моя подруга организовала такой мастер-класс для детей в одной из местных школ. Не просто школа, там как-то типа как дом школьников есть. И мы придумали с детьми потом сделать вместе одну работу. Так вот, у нас оказалась такая проблема искать эти пакеты. Люди, они же там уже почти не производятся. они запрещены в Германии. Так что мы их по крохам собирали, как могли, по всяким закоулкам. И люди приносили. Ну, этот вопрос сейчас решается еще и тем, что сейчас, например, в Казахстане даже я знаю налаженное производство биоразлагающейся технологии производства этих пластиковых пакетов, что тоже радует. Потому что, на самом деле, летающие пакеты это когда в Индии коровы погибают из-за того, что они бесконтрольно эти пакеты летают по воздуху везде. А кого из современных художников Казахстана вы хотели бы отметить? Вот чье творчество вы бы рекомендовали для конкретного знакомства? И нужно ли заранее готовиться, искать информацию, следить за тенденциями, чтобы понять то или иное произведение актуального искусства? Искусства очень много везде. И сейчас для людей все практически пользуются интернетом, особенно в момент карантина. У всех есть Инстаграм и Фейсбук и сейчас там еще Ютуб и Клабхаус там сейчас Гугл, что угодно. И все это в свободном доступе и этот поток визуальной информации мы получаем постоянно. Я думаю, что сейчас даже у людей более, как сказать, глаз наметан, что ли, мы более образованы визуально, чем 10 лет тому назад или 20 лет назад. Но единственное, что надо просто отметить, что чем главное отличается искусство от рекламы, дизайна, там чего-то еще, это отсутствие какой-то выгоды, что ли, отсутствие какого-то... утилитарности, прагматизма. Вот. То есть вы, если вы нуждаетесь в каком-то внутреннем росте, внутреннем развитии, если вы готовы к этому, то добро пожаловать в мир искусства. Вот. И я просто желаю каждому открывать новые, новые имена и новое, удивляться чему-то. Мне очень нравится очень многое, что делается в Казахстане, вот. И часто диаметрально противоположные. Мне очень нравится молодежь, новое поколение художников. Я обожаю творчество, извините, пожалуйста, но мне хочется так сказать, моих дочерей, Медины, Базаргалии, Суинбике. Я считаю, что это очень талантливые имена. И их ровесники просто потрясающе. Сейчас идет выставка в Ессентай-галере три молодые девушки. Просто одна другой лучше. Мне очень нравится. То есть мне очень нравится молодое искусство. И мне нравится искусство, которое в сети, да, то есть которое не выходит даже часто за пределы, то есть не материализуется. Ну и старшее поколение наших художников я бы выделила Асхата Ахмедьярова и Воробьевых, естественно. Вот. Ну это как бы вот наши, да, и Козелтрактор, естественно, да, это, ну это понятно, то есть я думаю, хотя может быть это мне понятно, а людям далеким от искусства не совсем, но я просто всех приглашаю окунуться в мир казахстанского искусства, это прекрасно. Вот. Там много можно получить. Современного казахстанского искусства, которое зачастую вот это то самое контемпорари арт, которое в Центральной Азии самое продвинутое, именно казахстанское, и оно очень хорошо известно на Западе. Да. Даже больше известно, нежели наше классическое казахское искусство. Да. В чем, в чем тут секрет? Ага. Ну, просто современное искусство, оно как бы буквально в самом названии звучит ответ, потому что оно современное, потому что оно тут же реагирует на то, что происходит в мире, в обществе. Вот. То есть своей актуальностью. Да, это первое. Да. Оно созвучно тем же запросам, мыслям и проблемам, которые волнуют весь мир. Да, да. И тогда в продолжении вашего ответа вы приглашаете знакомиться с актуальным искусством. В каких галереях сегодня представлено актуальное искусство Казахстана? Ну, сейчас я хотела бы пригласить всех на потрясающую выставку узбекской художницы Саудата Исмаиловой в галерее Аспан. Не только как бы эстетическое удовольствие, там еще вот вы знаете, когда приезжаешь, например, на святое место, например, к Азрет Султану или Ходжахмеда Сави, да, Арстанбаб, да, вот есть святые места, после которых ты выходишь уже другим человеком, да, то есть какой-то внутренний душ в душе происходит. Помимо живописи в вашей жизни присутствует кинематограф. В вашей фильмографии есть три фильма Ермека Шанарбаева. Вот как пересеклись ваши пути и насколько судьбоносной стала эта встреча? Ну, это было давно, ну, очень давно на самом деле. Вот, это было в начале 90-х, ну, и потом, правда, в конце 2000-х еще один фильм. На самом деле, я думаю, что, знаете, на английском артист, да, артист, вот художник это артист, вот, я думаю, разницы нет, как ты себя выражаешь, но для меня, вот, в казахской традиции, например, акэн, или сал, или сире, это человек, который был готов к любому способу репрезентации, вот, и я думаю, что тут такой же момент, вот, вы сказали катарсис, прекрасное слово, но вот, оно, вот это вот, или шабыт еще говорят, да, вот, когда ты, ну, немножко другой оттенок, вот это вдохновение, да, когда ты его ловишь, вот, это можно и на съемочной площадке, и можно и в мастерской наедине. У вас творческая семья. Ваши родители, Тимур Сулейменов и Саида Яломанова, как они повлияли на вас, на ваш выбор, вы сама художник, ваш супруг художник, дочери пошли по вашим стопам, да, вот вы, как родители, в свою очередь, какое оказали влияние на их выбор в жизни? Вот, я не знаю, вы знаете, если честно, единственное, что я думаю, что я получила от родителей, это всегда безмерное уважение и внимание к тому, что я думаю, что я чувствую и что я выбираю. Я вообще вот как бы предпочитаю всегда вот такую какую-то горизонтальную систему отношений, и так же и с детьми. Мне просто очень хочется общаться с этим чудом, с этим удивительным чудом жизни, вот, смотреть в глаза, вот, наслаждаться их красотой и тем, что они рядом со мной, и так же и внук, вот, он сейчас растет, и это такое счастье. Вот, и как-то я вообще не люблю никакого давления, да. Вечные ценности, так называется наша передача. Какие ценности вы несете в своем багаже жизненном и боитесь растерять? Какие ценности на ваш взгляд обрел Казахстан за 30 лет независимости? Я думала над этим вопросом. Я думаю, что для меня вот вечные ценности это уважение к человеческой личности, вот, уважение к человеческим правам, независимости от пола, гендера, национальности, возраста. То есть я, вот, для меня это самое главное, самое ценное. Вот. Я хочу об этом говорить в своем творчестве, и я хочу как бы вот это выражать и видеть, вот, и вот это для меня самое ценное. Вот. Вот это, на самом деле, мне кажется, вечная ценность. Вот. В Казахстане, в Казахстане у нас произошло удивительный феномен. Мы в этом году будем уже праздновать 30-летие независимости. Но вы знаете, мы на самом деле практически стали независимыми. то есть выросло уже поколение и не одно людей, которые воспринимают себя частью Казахстана. Как-то так вот чувствуют себя внутри этой страны, чувствуют себя гражданами этой страны. Это захватывающе, здорово. То есть они, то есть вот это произошло, мне кажется, это самое главное, что самое главное и позитивное, что у нас произошло. То есть не только политически стала независимая страна, но самое главное, что внутри людей осознание гражданственности, патриотизма, да? Вот как-то, знаете, даже вот просто люди понимают, что они часть этой страны. Они не отделяют себя от нее. И вот это потрясающе. Просто я помню, когда она вот на изломе, да, вот на распаде Советского Союза, как было по-другому, как люди себя не ассоциировали вообще ни с Советским Союзом, ни как-то был какой-то слом, да, было такое очень болезненное время. 90-е было такое болезнение. А вот сейчас произошел такой момент, произошел, когда мы видим, что новое поколение как бы не отделяет себя от страны, в которой живут. Да, внутренне осознают и ощущают себя гражданами именно этой страны. не обломка какой-то либо державы другой, какой бы она великая в свое время ни была, а именно гражданами своей собственной страны. Ну что ж, на этой позитивной ноте я хочу поблагодарить вас за беседу, за нашу встречу и попрощаться с вами, а также с вами, уважаемые телезрители. До свидания. Сау Бонс Дар. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok